Неделя спорта В начале встречи между сборными Казанского федерального университета и лидерами студенческой волейбольной лиги сборной Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма команды показывали равную игру, несмотря на то, что гости считались явными фаворитами этой встречи. Команды шли нос к носу, но при счете 6-8 сборная Поволжской академии взяла игру под свой контроль и позволила федералам до конца сета набрать только 4 очка. Первый сет ушел в актив гостям 25-12. Второй сет команды Казанского федерального не смогла начать так же бодро, как первый. Тренер команды гостей, в отличие от тренера сборной КФУ, не стал прибегать к заменам и выставил на вторую партию стартовую шестерку, что принесло результат. Промежуточный счет 3-12, и вот уже инициатива плотно перешла к ребятам из Поволжской государственной академии. Несмотря на попытку хозяев перевернуть игру, федералы выдали хороший отрезок и сократили отрыв до 5 очков 13-18. Лидеры чемпионата довели партию до победы 25-16. Третий сет прошел уже за явным преимуществом фаворита встречи. Сборная Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма сразу захватила инициативу и уже в середине партии имела 6 очков преимущества 10-16. И затем уверенно довела встречу до победы, позволив сборной КФУ до конца партии набрать лишь одно очко. Как итог, 25-11 в сете, 3-0 в матче. Софья Чугунова, Арсений Каримов, Неделя спорта. Продолжаем на этой неделе. Сборная КФУ и Поволжской помимо волейбольных баталий мерились силами спартакиаде вузов Республики Татарстан по мини-футболу. Владислав Сергеев подробнее о последнем матче данного чемпионата. Турнир по мини-футболу среди вузов Республики Татарстан подходит к своему логическому завершению. Играют команды Казанского федерального университета и Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Всегда приятно играть против такой сильной команды. Поволжская академия сильный соперник, они уже какой год выигрывают чемпионат среди вузов по мини-футболу. И как видно, игра против фаворитов турнира федералам дается нелегко. Академия спорта не без сопротивления обстреливает ворота соперников. Первые минуты матча вратаря Куфу спасает штанга. Пару минут спустя с передачи Данила Костылева гол забивает Тимур Хакимов и открывает счет. 1-0. Впереди команда Академии спорта. Далее ситуация Куфу снова нерадужная. Два гола. Окончание первого тайма 3-0. Лидирует Академия спорта. Перерыв. Разбор полетов. Далее второй тайм. Куфу пропускает четвертый гол, но не безответный. На ошибках Академии игрок Куфу под номером 5 Константин Трояк забивает гол и открывает счет для своей команды. 4-1. Второй тайм носил чисто психологический характер. Игроков регулярно ловили на жесткости. На спортивной агрессии Куфу и Пагавсид совершили не одну серию атак. Куфу реализовал один мяч. Пагавсид три. Последний седьмой был защитный как автогол. Достаточно команды равные. Игра была нелегкая, но я рад, что мы выиграли и добились положительного результата. Мы выиграли первые две игры, но потом у нас получилось спать и четыре подряд мы проиграли. Так что до призовых мест мы сегодня не дотянули. В прошлом году мы были третьими, сейчас, видимо, будем в лучшем случае, наверное, пятыми. По итогу матча 7-2 победу одержала сборная по Волжской Государственной Академии физической культуры, спорта и туризма. Владислав Сергеев, Неделя спорта. Турнир завершен, и теперь я вам предлагаю обратиться к турнирной таблице чемпионата. Увы, из-за поражения сборная КФУ в итоговой таблице остановилась на пятом месте. В активе федералов 6 очков. На первом месте сборная по Волжской Государственной Академии физической культуры, спорта и туризма. У них 18 очков. На втором месте сборная Энергоуниверситета, 13 очков в их активе. Бронзу у сборной Кнетука и у них 9 очков. В воскресенье в спортивном комплексе «Бустан» состоялась последняя товарищеская встреча в рамках спортивной весны Казанского федерального университета. На этот раз играли в мини-футбол. Кто выходил на поле и каким получился данный матч, расскажет Софья Чугунова. Настоящий спортивный праздник состоялся на заключительном матче фестиваля «Спортивная весна КФУ» 15 апреля в спортивном комплексе «Бустан». Трибуны на тысячу мест были заполнены до отказа. А перед началом встречи выступила сборная Казанского федерального по фитнесу и аэробике. В перерыве игры были первокурсники с номером «Фэнтези». Трудностей особых в плане организации нет. Мы это опробовали еще в прошлом году, то есть организацию этих соревнований. Ну и постепенно мы оттачиваем саму систему. Значит, и, на мой взгляд, все лучше и лучше и лучше у нас проходят эти мероприятия. Вот, поддерживая около тысячи студентов присутствовало, поддерживали. Видите, и трибуны болели. И спасибо самим участникам соревнований, показали очень хороший футбол. Ну, мероприятия эти удаются. И по баскетболу мы в Униксе проводили соревнования между выпускниками и студентами. То есть соревнования уже проходят на хорошем уровне, студенты болеют. Это очень нравится им. Ну, я думаю, что мы будем продолжать в следующем году тоже такие циклы мероприятий, которые, в общем-то, вносят свою лепту в формирование корпоративной культуры университета в плане взаимодействия сотрудников, преподавателей и студентов. На этот раз выясняли, кто сильнее мини-футболиста. Сборная студентов КФУ против выпускников и сотрудников нашего вуза. Первый тайм начался с голоди Миса Давыдова. Однако за ним последовал ответный мяч от выпускников. Счет сравнял Ренат Венгалеев. Выпускники заметно сбавляли обороты и пропускали соперников к воротам. Студенты не стали упускать момент, и связка Давыдов-Бертран забила два мяча. Но на этом голевое шествие студентов прекратилось. Любые попытки продавить оборону соперника заканчивались фалами. Опыт взял верх. Дубль на счету у Рената Менгалеева. Заключительный гол в ворот студентов был в исполнении капитана Алексея Фомичева. Второй тайм остался за сотрудниками. Реализовал контратаку Адель Гайнуддинов. Студенты же продолжали фалить и в конце концов заработали пенальти для своего вратаря. Со счетом 3-5 победила команда сотрудников и выпускников. По игре вы понимаете, что у нас команда наших выпускников, я имею в виду, опытная. То есть мы много играли вместе и до сих пор некоторые играют на первенство города, на первенство республики. То есть команда опытная, команда поигравшая на уровне города, республики. А против нас играли молодые ребята, которые учатся сейчас в университете. То есть им, я думаю, не хватило чуть-чуть опыта. Мы в первом тайме, игра была равная, я считаю. Но во втором тайме мы чуть-чуть добавили. Соответственно, опыт берет свое, я считаю. Ну и это добавление, так сказать, сыграло нам на руку и мы победили. Я считаю, заслуженным. Софья Читунова. Неделя спорта. Итак, фестиваль «Спортивная весна» Казанского федерального университета подошел к концу. И по этому поводу у меня сегодня в студии гость, а именно ведущий, специалист Департамента полнодежной политики Казанского федерального университета Максим Гаврилов. Максим, тебе добрый вечер. Здравствуй. Большое спасибо, что ты пришел. Итак, поговорим мы сегодня о данном фестивале. И первый вопрос у меня такой. В чем смысл данного фестиваля? Ну, смысл фестиваля «Спортивная весна» Казанского федерального университета – это связать сотрудников и студентов, выпускников нашего университета, поднять их корпоративный дух, политику самого университета, возможность передать опыты сотрудников и выпускников нынешнему поколению студентов, показать то, что Казанский университет и вообще студенчество – это лучшее время в жизни человека. И выпускники, они не забывают родной университет, они возвращаются сюда с радостью, с большим желанием и уже спрашивают, когда следующее подобное мероприятие возможно будет. И с большим откликом мы вот увидели отзыв от наших выпускников. Выпускники охотно идут, да, на такие мероприятия? Да, и как и выпускники, так и сотрудники, они всегда готовы провести вот такие игры со студентами. Это приятно и для них, потому что всегда приятно сыграть с молодыми, попробовать себя на их уровне. Не всегда получается, конечно, выигрывать у сотрудников с выпускниками, когда иногда студенты получаются сильнее, иногда сотрудники выигрывают. Значит, студенты видят, где им надо еще прибавить, потому что они молодые, им есть куда расти, есть где прибавлять. и опыт конечно тоже играет большую роль сборные студентов которые принимали участие на данном фестивале большая часть из них это те ребята которые также участвуют в чемпионатах волейбол футбол баскетбол но меняется как как-нибудь состав то есть да в этом году мы весной мы слегка изменили формат от того чтобы у нас осенью весеннюю так именно в фестивале спортивная весна принимали участие студенчики сборной команды университета по видам спорта это именно те команды которые представляют наш казанский университет в соревнованиях спортикиады вузов республики татарстан других соревнованиях если осенью это были студенческие команды институтов победителей спортикиады нашей университет то сейчас это именно студенческие сборные и мы изменили формат соперника то есть это сборная команда сотрудников преподавателей и выпускников Если раньше это была просто сборная команды сотрудников и преподавателей, теперь к ним прибавились выпускники нашего Казанского университета. А для сборных студенческих это хорошо или плохо? То, что у них в их и так достаточно плотный календарь, вклинивались еще игры внутриузовские, товарищеские, можно так сказать. Или же тренеры делали так, что они на этих играх пробовали кого-то нового? Я думаю, что это можно только оценить как положительный опыт, потому что, во-первых, игра не носила какой-либо соревновательный дух, она все-таки была товарищеской. И несмотря на упорную борьбу, наличие многих фолов, все обошлось без травм. И ребята получили колоссальный опыт, потому что они сыграли против выпускников, многие из которых по-прежнему играют в различных лего-города Казани, по виду спорта это волейбол, баскетбол и мини-футбол. И студенты увидели, где они могут прибавить или где им надо чуточку себя остановить, потому что у нас в этом фестивале дважды студенты победили сотрудников и выпускников. То бишь они показали свой класс и я думаю, что это всем только пошло в плюс. Максим, большое спасибо, что ты пришел сегодня к нам на программу. Друзья, я вам напоминаю, что сегодня у нас в гостях был ведущий специалист департамента по молодежной политике Казанского федерального университета Максим Гаврилов. Еще раз большое спасибо. Спасибо, что пригласили. И на этом все, друзья. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Меня зовут Роман Полинсков. Еще увидимся. Пока-пока.